МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это странное название сити-менеджера, которое всех раздражало еще до вашего появления. Оно и меня-то еще раздражает. Руководитель администрации города Читы – это все-таки не руководитель города Читы? То есть, получается, вы руководите некой структурой, которая управляет делами города? Эта структура управляет всем городом. То есть, главный все равно я. Главный по хозяйству, по всем вопросам, которые хозяйственные вопросы, вопросы функционирования наших городских учреждений – это все, конечно, на руководитель администрации. То есть, ваша дума, это что-то вроде завхоза? Нет, завхоз – это тот, кто покупает, ездит, какие-то материалы закупает и, может быть, следит за автомобильным парком. То есть, это не так. Здесь организация, здесь культура, здесь у нас и спорт, здесь и все, что связано с функционированием города. Это и тепло, это, допустим, горячая вода, холодная вода, это канализация, это улицы, чистота улиц, благоустройство города – все вот на этом. Вот по поводу канализации сейчас столько претензий. Мы услышали столько звонков по поводу раскопок и по поводу горячей воды, которые нет. Скажите нам, как руководитель администрации города Читы, сколько это будет продолжаться? Это будет продолжаться порядка, ну, октябрь месяц точный. А почему мы летом не начали ремонтировать? Почему? Мы летом начали ремонтировать. То есть, летом у нас все пошли, все работы, все, все. То есть, на тех маршрутах, которые у нас были, не были задействованы, то есть, гостевые маршруты, то есть, там мы ремонты провели. Сейчас вы видите, то есть, основные улицы, да, допустим, перекрыты тут же, Богомяково-Ленина, Богомяково-Бабушкина, да, то есть, летом мы их не делали, потому что было очень мероприятие. А, то есть, делали мероприятие? Да, конечно. Мы же не можем перекопать улицу, например, в гости, правильно, и чтобы там невозможно было проехать, чтобы мы провозили их по какой-то там объездной, либо там через остров. Вы любите город, в котором живете? Только честно. Город у нас очень уютный, да, для меня вот он является уютным городом, да, то есть, ну, не настолько, как бы, нравится сказать, да, и не настолько, как бы, там того, что вот меня все устраивает в этом городе, нет, конечно, я такого не скажу, да, но мы ведем эти работы, то есть, и будем вести, я думаю, что и после меня придут ребята, которые там будут тоже, да, продолжать эту работу, потому что благоустройство, озеленение, ну, и, соответственно, приведение там, скажем, нашего города к цендарту среднеевропейских городов. Ну, мне кажется, это очень громко сказано, хотя вы, когда приступили к должности, вы очень ульяно взялись за дело, очень много прозвучало таких вещей, которых хотелось бы, чтобы они сбылись, да, то есть вы хотели довести, например, ЧТУ до уровня Новосибирска Екатеринбурга, насколько я помню? Да, естественно, в хорошем смысле слова. В хорошем смысле, да. Ну, с другой стороны, давайте, вот, Ирина, вы часто бываете в том же, допустим, Новосибирске? Ну, бывает. Бываете, да? Качество дорог, которые у нас в ЧТИ, да, и сравните с качеством дорог, которые в Новосибирске. Ну, там тоже разные есть участки. Ну, как разные. Там можно даже по центру ехать, я пешком ходил сколько там угодно, но у нас дороги лучше. У нас лучше дороги, да? Конечно, лучше. Конечно, лучше. Я уже, если раньше, допустим, там, как просто обыватель, как просто автомобилист смотрел на эти дороги, да, проезжал, сейчас я уже смотрю, как человек, который смотрит за этими дорогами, да, и который, ну, по обязанности просто нужно смотреть. Я смотрю, что и у нас те же самые, допустим, там, и аллеи, да, и тротуары, и бордюры у нас уложены, хотя не стопроцентные у нас даже там, допустим, вот, недавно выступает, я поставил нашу дорогам оценку троечку, да? То есть, да, 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 было такое. И, как бы, на сегодняшний день это точно так же, мое мнение не изменилось, но мы эти работы видим. Мы будем все равно продолжать. Мы просто не пробовали по нашим дорогам ходить на каблуках. Это просто экшен, это просто квест какой-то. Ну, это хорошо, что я родился мужчиной, и каблуки, да, не одеваю. Это очень увлекательно, я надеюсь, что вы что-то сделаете с этим. Да, обязательно, обязательно сделаю. Я от лица всех женщин города обращаюсь к вам. Вы сделали еще очень такое странное, на мой взгляд, заявление о том, что вот с этого момента администрация начинает работать в другом направлении, то есть в каком другом направлении? Другое направление, ну, можно сказать, что... Как вчера мне сказал, военком в одном из наших сюжетов будем жить честно, будем жить по-другому? Не, ну, честно мы должны быть, безусловно, правильно, то есть и все чиновники, которые работают на сегодняшний день у нас в государственных органах, да, в органах местного самоуправления, изначально они должны быть честно. Вступая в должность, вы еще говорили о том, обещали чуть ли не передел собственности, вы обещали пересмотреть договор аренды на недвижимость, на землю, что-то сделано в этом направлении? Ну, передел собственности здесь особо не проведешь, потому что это не революция, да, не экспроприацией мы не занимаемся, да, я имел в виду, когда я говорил такие слова, да, пересмотреть договор с ТГК-14, пересмотреть договор с МРСК Сибири, и... На что? На наши электрические сети, сети муниципальные, что там, что там, сети муниципальные, сети водоканала, которые им пользуются водоканал, они тоже муниципальные, то есть эти сети принадлежат городу. Что это даст? Они никому не были отданы, они не были проданы, как это есть в других городах, то есть я считаю, что это вообще, это отлично, потому что и город должен владеть своими сетями. Да, в отношении МРСК Сибири мы сейчас инициируем судебный иск, да, то есть там у нас не устраивают некоторые вопросы в этом договоре, ну, допустим, вопросы той же самой оплаты за пользование нашими сетями. Плохо платят? Не вовремя? Не в нужном объеме? Плохо платят. Плохо платят? Плохо платят. Владимир Анатольевич, как у Вас складываются отношения с Вашим коллегой Анатолием Дмитриевичем Михайловым? Как-то вот авторитет его не давит ли на Вас, как на начинающего политика? Потому что я наблюдала картину, когда съемочные группы телекомпаний, которые делают заказные сюжеты к городу, они метались лихорадочно вокруг Анатолия Дмитриевича, допустим, на открытии детского сада, да. Почему-то Вас никто не замечал и никто не просил дать интервью. Причем-то все движение происходило вокруг фигуры Михайлева. Вот как вообще у Вас складываются отношения? Ну, безусловно, а то, Анатолий Дмитриевич, у меня уже опыт политического порядка 20 лет, да, даже больше, чем 20 лет. А это хорошо или плохо? Я считаю, это хорошо, это очень хорошо, да, потому что есть такой опыт, есть такой опыт, да, есть такой опытный человек, у которого можно спросить совет. Вы спрашиваете совет? Да, спрашиваю. Зачастую я советую с Анатолием Дмитриевичем. Последний раз когда спрашивали совет? По какому поводу? Ну, это было вот несколько дней назад. Так, повод, я заходил к нему как раз, сейчас повод, я вспомню, какой у нас был. Повод как раз по изменению структуры администрации. Структура администрации будет меняться? Да, однозначно. В ближайшее время, до Нового года, мы изменим структуру администрации. Новые люди, новые должности? Будут, новый, как бы и функционал будет изменен в некоторых отделах, некоторых комитетах, некоторых управлений. Некоторые управления будут упразднены, некоторые комитеты будут расширены, да, некоторые будут объединены. Главное, чтобы при этом количество чиновников не увеличилось в геометрической прогрессии, так, чтобы их пришлось размещать еще в нескольких зданиях города. Количество чиновников в геометрической прогрессии, я сразу вам говорю о том, что оно не будет у нас увеличено, да, а то, что касается, допустим, сами знаете, органов местного самоуправления, мы работаем с населением. То есть, у нас ежедневная работа с населением, правильно? И те проблемы, с которыми приходят люди, граждане нашего города к нам, мы обязаны их решать. Спасибо вам большое за беседу. Сегодня в программе «Несогласованный вопрос на ЗАП-ТВ» был руководитель администрации города Читын Владимир Забелин. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!